Голосы писателей и поэтов прошлого. Часть 12. Белла Ахмадулина. Запись 1964 года Белла Ахмадулина читает отрывок собственной поэмы «Моя родословная». Ну вот я прочту сначала отрывок из поэмы «Моя родословная». Ну, эта поэма была напечатана в этом году, но на тот случай, если вы ее не читали, я думаю, что это вполне вероятно. Мы все достаточно легкомыслены, чтобы не читать того, что иногда печатается. Я должна сделать несколько слов, которые объяснят все, что будет происходить дальше. Эта поэма представляет собой монолог человека, который еще не родился. Вот человек еще не родился, все уже происходит в мире, все люди делают, Бог знает что, любят или не любят друг друга, воюют или мирятся. А вот человек, который еще не родился, он все ждет, сложится ли обстоятельство так, чтобы он возник в этом мире. И сам интригует изо всех своих сил. И тоже хочет, чтобы все прабабушки, прадедушки любили друг друга, чтобы там все было хорошо. Но вы знаете, как люди вздорны, как они склонны к ссорам и разлукам. В общем, какой-то ужас. Ну, конечно, все кончается благополучно. Человек рождается, в конце концов. Ну, правда, может быть, в этот момент начинаются его подлинные страдания. Но об этом уже в поэме речи нет. Это самое начало поэма. И я спала все прошлые века, светло и тихо в глубине природы. В сырой земле чернее черновика. Души моей лишь намечались всходы. Прекрасно мысль их поливать с водой. Мой стебелек, желающий прибавки. Вытягивать магнитную звездой. Спешите, жар. Прадеды и прабабки. Читатель милый, поиграй со мной. Мы два столетия вспомним в этих играх. Представь себе, стоит к тебе спиной. Мой давний предок, непреклонный игрок. Лицо его пустынно, как пустырь. Не улыбнется, слово не проронит всех сыновей. Он помер упустил. И дочери он монастырь пророчит. Я говорю ему, старик дурной, Твой лютый гнев, каким пресечь пределом? Не подсчитаю в степени какой. Но все ж ты мне приходишься прадедом. В унылой келье дочь губить не смей. Ведь если ты не жалишься над нею, Как много жизней сгинет вместе с ней. И я тогда родиться не сумею. Он удивленно говорит, чур-чур, ты кто? Рассеясь, слабая туманность. Я говорю, я нечто. Я чуть-чуть. Грядущей жизни маленькая малость. И нет меня. Но как хочу я быть? Да ждусь ли дня, Когда мой первый возглас Опустошит гортань, Чтоб пригубить, о, жизнь, Твой острый, бьющий в ноздри воздух.